МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Надежда Ивановна. Расскажите, давайте вначале все-таки поговорим о самой профессии медицинской сестры. Когда это все было основано? Сложно себе представить нашу медицину без медицинской сестры. Ведь главная ценность любого человека – это его здоровье. И именно медсестры выполняют все назначения врача. Их неравнодушное слово играет немалую роль в процессе выздоровления больного. Медицинская сестра – это не обслуга, а дипломированный специалист. И не только. Медицинская сестра – это ноги без ногого, руки без рукого, глаза слепого, уста немого, няня-младенцу, помощница матери. И самое главное, что медсестра – это еще величайший психолог, который оказывает психологическую помощь больным. Само, в принципе, наверное, с момента становления, так сказать, человечества, в каждой женщине заложено чувство милосердия, и женщины всегда оказывали помощь немощным больным. Но как таково движение медсестер впервые, кстати, было применено еще при Петре I. Но потом постепенно как-то это заглохло, и уже как бы основное, так сказать, направление работы медсестер получило в годы Крымской войны, в 1854-56 годах. Это очень интересная история, потому что там образовалось как бы с двух сторон. И со стороны нашей стороны, и со стороны враждующей были представительницы милосердия, которые являются основоположниками этого медсестринского движения. Но первой в 1854 году на полях сражения в районе реки Альмы появилась маленькая худенькая девушка, которую звали Даша. В принципе, даже и девушку сложно было в ней опознать, потому что она была коротко острижена, одета в матросскую форму. Она вела лошадь под усы, и там была у нее телега, на которой лежало все необходимое для помощи раненым. Это вода, это уксус, вино, это перевязочный материал. И она оказывала помощь раненым. Вот. И таким образом спасла многих людей. И назвали ее, называли ее Даша Севастопольская. Вот. И только в 1984 году сотрудникам Центрального государственного военно-исторического архива было установлено подлинное имя Даши Севастопольской. Это Михайлова Дарья Лаврентьевна. И вы знаете, что у нас третьей городской больнице присвоено звание Даши Севастопольской. И там находится бюст тоже Даши Севастопольской. Вот. Как раз таки по поводу Даши Севастопольской у нас здесь сюжет. Давайте его посмотрим и продолжим нашу беседу. Она прославилась как военная сестра милосердия и нашла свое призвание в бескорыстной помощи другим людям. В народе ее крестили Севастопольская. По паспорту она Дарья Лаврентьевна Михайлова. Героиня обороны Севастополя и легендарная женщина Крымской войны. В начале сентября 1854 года девушка Даша с корабельной стороны Севастополя вдруг отрезала косы, переоделась в матросскую форму, продала оставшийся от родителей дом. Взамен она купила лошадь с повозкой, множество одеял, белого полотна, бутыли с уксусом и вином. Путь ее лежал к берегам Альмы, туда, где шло одно из тяжелейших сражений Крымской войны. Бесценную помощь она оказывала не только в тылу, но и под вражеским обстрелом. На поле боя перевязывала раненых, выносила их из-под огня. Переодетая в мужскую военную форму с оружием в руках, Даша сражалась бок о бок с солдатами и матросами. О подвигах Дарья Севастопольская узнал весь российский Черноморский флот. По указу императора Николая I она награждена золотой медалью за усердие. После войны она вышла замуж за матроса Максима Хворостова. Была удостоена еще одной медали ветеранской за защиту Севастополя. Умерла она в 1910 году. Сегодня имя героини носит Третья городская больница Севастополя. Почему 12 мая? Международный день медицинской сестры. Почему именно 12 мая? Он, так сказать, назван и установлен в день рождения Флоренс Найтингелл. Я уже говорила, что во время Крымской войны была удивительная история, когда с двух сторон как бы две представительницы сестер милосердия. Это была англичанка Флоренс Найтингелл, которая поехала на войну и помогала солдатам. И она сначала была в Турции, в Стамбуле, куда привозили раненых. А потом она приехала здесь и была в Балаклаве. И она оказывала помощь раненым, больным, организовывала движение медсестер, обучение медсестер и так далее. А с нашей стороны, это Екатерина Бакунина, великолепная женщина, аристократка, которая уже в довольно таком взрослом, в 40-летнем возрасте поехала на эту войну. Ей очень сложно было попасть. Но она попала и она работала. И она работала вместе с Николаем Ивановичем Пироговым, который восхищался ею, потому что он говорил, что она постоянно находилась в операционной. Она постоянно помогала, невзирая на взрывы, на грохот пушек и так далее. И обучила очень многих медсестер. И вот в 1974 году было принято решение об учреждении международного праздника, именно международного дня медсестры, в этот день, день рождения Флоренс Найтингелл. 12 мая, понятно. 12 мая. Я еще хотела сказать, что сама официально дата рождения специальности, медицинская сестра. Это было в России 14 ноября 1871 года, когда военный министр издал указ, правила для сестер милосердия, назначенных для работы в военных госпиталях. Именно как профессия медицинская сестра. Ну хорошо. Колледж ваш, в котором вы работаете, тоже готовит медицинских сестер. Но давайте подробнее о колледже поговорим. Когда вообще он был основан? Наш колледж был основан в 1952 году. И он находился, конечно, в разных зданиях. Сейчас мы находимся на Краснодарской улице. И за эти годы, это уже более 60 лет, выпустил колледж около 7 тысяч медицинских сестер, которые работают, в принципе, можно сказать, во всех уголках мира. Но в основном, естественно, в нашем городе. Мы готовим медицинских сестер и готовим фельдшеров. Особенно сейчас очень большое напряжение в городе по поводу того, что недостаточно фельдшеров. И мы стараемся набрать больше групп для того, чтобы обеспечить город. Практически во всех больницах работают наши медицинские сёстры. Ещё раз хочу подчеркнуть, что медицинская сестра – это профессия, отдельная профессия. И существует такое понятие «независимые медсестринские вмешательства». То есть есть «зависимые», то есть она выполняет назначение врача, а есть «независимые», которые она должна выполнять, независимо от того, есть рядом врач или нет врача. Но это её профессия, и она это должна делать. И мы сейчас занимаемся по новой системе. И изучается такой предмет «сестринское дело», именно «сестринское дело», где медицинская сестра проводит медсестринское обследование пациента. Она выявляет, какие потребности у человека нарушены. Согласно классификации, у каждого человека имеются свои потребности, которые должны быть выполнены. Ну вот самая главная потребность у человека какая? Дышать. Без чего человек умрёт через несколько минут, правильно? Если он не будет дышать. То есть самая главная потребность – дышать, потом потребность питаться, потом выделять, потом одеваться, поддерживать температуру. То есть существует такая иерархия 14 таких потребностей человека. И вот медсестра должна при обследовании пациента выявить, какие потребности нарушены, и что она может сделать, чтобы восстановить эти потребности, и чтобы человек, так сказать, чувствовал себя гораздо лучше. Ну, как Вы сказали, медсестра – это не обслуживающий персонал, это отдельная профессия, серьёзная. Вы говорили про вмешательство, которое самостоятельно может сестра делать. Что к этому относится? К этому относится в основном уход. Я хочу сказать, что 80% работы медсестры – это в основном уход за пациентом. Что она может самостоятельно сделать? Ну, самый простой пример, если у человека высокая температура, да? Что может сделать медицинская сестра? Она может ему компресс, она может сделать обтирание, она может сменить постель, она может проветрить помещение, она может приложить пузырь со льдом и так далее. И уже по назначению врача она имеет право выполнять какие-то, давать, выполнять инъекции или давать таблетки и так далее. Ну, в Вашем колледже всему этому обучают, да? В нашем колледже всему этому обучают. И я хочу сказать, что сейчас тоже такая концепция во всем мире и в России, и у нас отрабатывать манипуляции на фантомах, на муляжах, на макетах. И у нас практически все кабинеты доклинической практики, они оборудованы. У нас имеются великолепные есть такие фантомы, муляжи, на которых можно отрабатывать все инъекции, все клизмы, извините, все оперативные вмешательства, неотложную помощь, родовспоможение и так далее. И сейчас у нас организовывается симуляционный кабинет, вот в котором будут отдельно все эти муляжи, макеты, фантомы, куда могут приходить студенты и вне занятий даже отрабатывать практические навыки. То есть, в принципе, мы обучаем так, чтобы они в колледже на фантомах, на муляжах обучались до автоматизма. Причем хочу сказать, что есть даже такие вот муляжи, фантомы, когда студент неправильно делает инъекцию, загорается красная лампочка. То есть он уже видит, правильно он делает, неправильно он делает. Точно так же по реанимации и по другим. И, в принципе, дается большой теоретический материал. У нас практически все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой. Используются тоже широко для того, чтобы дать больше знаний для студентов. Потому что сначала, естественно, изучается теоретический материал, основы, а затем уже отработка практических навыков. А по практике, скажем, на живых людях тоже такое практикуется? Естественно. Ну, как-то без этого же не получается, да? Без этого не получается. То есть они должны отработать до автоматизма на фантомах, а затем предусматривается учебная практика. Существует вообще как бы три вида практических занятий. Есть практические занятия, которые проводятся в колледже и отрабатываются на фантомах. Есть учебная практика, когда студенты под руководством преподавателя идут в отделение больницы, и там под руководством преподавателя проводят вот эти все манипуляции пациентам. И есть производственная практика, когда студенты самостоятельно, без преподавателя, но при, так сказать, контроле старших медицинских сестер больниц, они работают как бы на рабочих местах. Ну и есть преддипломная практика. Вот у нас уже все студенты сейчас, медицинские сестры и фельдшера, они вышли на преддипломную практику, где они тоже самостоятельно работают, тоже под руководством их главных сестер, старших сестер, врачей. А колледж как-то может предоставить потом места работы для студентов, или с этим сложно пока? Нет, не колледж представляет. И я хочу сказать, что есть отличие, если раньше было распределение по... Ну, давно уже, да. Давно, то сейчас распределения нет, и они обязаны сами трудоустроиться. Но для того, чтобы помочь в трудоустройстве, в колледже устраиваются ярмарки, вакансии, так называемые. Когда приглашаются представители всех лечебных учреждений, и государственных, и частных, вот, и они собирают выпускников, они приходят, агитируют, так сказать, составляют предварительные какие-то договора. Вот, и тогда мы можем уже этого студента, с которым, например, заключен договор, что он идет в определенную больницу, мы его посылаем на преддипломную практику уже в эту больницу, чтобы уже они больше присмотрелись. Я хочу сказать, что очень многие представители больниц приходят к нам на ярмарки вакансии. Сейчас большая потребность в медицинских кадрах, поэтому это неудивительно абсолютно. А сколько лет проходит обучение? Ну, у нас есть разные наборы. Есть наборы на базе 9 классов образования, 4 года они обучаются, и на базе 11 классов 3 года. А лечебное дело, фельдшера, они только на базе 11 классов, и сейчас по новой программе российской они обучаются 4 года. Мы вообще переходим постепенно на российские программы. Хочу сказать, что они отличаются от украинских, поэтому приходится перестраиваться как бы на ходу. И вот в этом году мы выпускаем последние группы, которые еще обучались по украинским программам. Все остальные уже идут обучение по российским программам. И хочу еще сказать, что в принципе в планах у нас есть большая потребность в городе в акушерках, и мы планируем еще провести набор акушеров, но пока что это еще в планах, еще конкретно я не могу сказать. Надежда Ивановна, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. У нас совсем не остается времени. Спасибо, что пришли и ответили на вопрос. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом «Севастополь». Я напоминаю, мы говорили о такой нелегкой профессии, как медицинская сестра. Желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Спасибо.